Дома нет никого. Приходите завтра. Чуть ли не такое детское оправдание услышали казахстанские общественники, когда их не приняли в Генконсульстве Украины в Алматы. Целью визита была передача петиции украинским чиновникам. В документе активисты просят президента Януковича не идти на поводу у Акарды и отозвать запрос об экстрадиции опального казахстанского политика из Франции. Это обращение от общественности, от представителей общественности. Это обращение к президенту Украины, депутату Ленуковичу. Господин президент, мы обращаемся к вам в связи с требованием Генеральной прокуратуры Украины выдать политического диссидента Мухтара Аблязова. Мухтар Аблязов – известный казахстанский политик и бизнесмен. Все эти годы его преследуют как давнего и самого опасного на сегодняшний день оппонента Назарбаева, прикрывая истинные цели этого преследования. «Мы просим вас, господин президент, не идти на поводу у Акарды, обещающей вам наверняка за Аблязова золотые горы. Откажитесь от экстрадиции, господин президент, не пляшите под дудку Назарбаева». «В Украине справедливо, объективного суда над ним не будет. Суд на Украине будет проходить под диктовку Акарды». Больше часа активистов не пускали во двор консульства. Казахстанская полиция объяснила это невозможностью дозвониться до приемной. Потом телефонные линии чудесным образом заработали. Но лидеру запрещенной в Казахстане партии ОЛГА Марату Жанузакову удалось проникнуть в буквальном смысле только на порог консульства. Здесь у него забрали документы в двух экземплярах и тут же захлопнули дверь. Несколько минут спустя бумаги вернули вместе с канцелярской печатью. Жанузаков в благодарность на это подарил консулу книгу Мухтара Аблязова. «Пусть читает и знает, кто такой Мухтар Аблязов». Напомним, Мухтар Аблязов и поддерживающие его общественные силы более 10 лет противостоят режиму Нурсултана Назарбаева. Нынешнее международное преследование – всего лишь попытка свести с ним политические счеты. Для этого власти пошли на разрушение крупнейшего на территории Казахстана и всего СНГ частного банка. Сначала насильно отобрали его у Аблязова, а затем, разобрав его на кусочки, обвинили в этом бывшего владельца и руководителя БТА. Суд не рассматривал никакие банковские дела, а сразу перешли к арестам его имущества. Преследование коснулось не только самого Аблязова, но и его семью. В мае 2013 года жену и дочь оппозиционера тайно вывезли из Италии в Казахстан, посадив их под домашний арест. В результате проведенного служебного расследования выяснилось, что в политический скандал вовлечены представители руководства Италии. Прекрасно. В настоящее время власти Украины пытаются добиться выдачи Облязова у французских властей. Это им необходимо для решения лишь одной цели – передать Облязова в Казахстан. Петиция казахстанских активистов в очередной раз должна напомнить президенту Украины об опасности опрометчивых решений.